За прошедшую неделю в Люберецком районе зафиксировано 4 факта разбойных нападений и 3 преступления с причинением тяжкого вреда здоровью. Все из них были раскрыты. Особое внимание сотрудников полиции приковано к повышению режима безопасности в зданиях администрации и организациях муниципалитета, а также на территории метрополитена. Мы обслуживаем одну из станций. И было обращено внимание на безопасность по вентиляционным шахтам. Я попрошу это тоже учитывать, скорректировать по действиям. В своем выступлении Сергей Разгуляев также рассказал о несанкционированных мероприятиях, проводимых дальнобольщиками в Томилино. Водители провели ряд акций против платного проезда по территории муниципалитета. Представители профсоюза дальнобойщиков у нас живет в городе Люберцах. С ним сейчас проводится работа. Мы пытаемся тоже мониторить атмосферу. Поэтому обращаюсь к главам поселка Томилино, поселка Октябрьский по взаимодействию с предприятиями, которые могут оказать услуги по парковке автотранспорта. И в случае такой акции наш адрес сообщать незамедлительно. В единую диспетчерскую службу района за неделю поступило 6 тысяч обращений граждан. Из них 5700 вызовов по единому номеру 112. За прошедшую неделю Люберецкое подразделение пожарно-спасательного гарнизона 25 раз выехало по сигналу тревоги. Один из четырех пожаров привел к гибели людей. На территории заброшенного участка в обгоревшем строении деревянном в ходе тушения пожара были обнаружены тела трех погибших, двух мужчин и одной женщины. Начальник управления ЖКХ Бронислав Кореновский рассказал, что на минувшей неделе сбоев в работе жилищно-коммунального комплекса не было. Дорожные службы и управление территориальной политики работают в плановом режиме. В завершении заседания Владимир Ружинский поздравил с днём рождения директора ОКБ Люберцы Дениса Усманова.